Приветствую всех любителей бессероплетений. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня я решила посвятить мой урок тому, чтобы ответить на некоторые из вопросов наших подписчиков. Возможно, то, что я сегодня хочу вам показать, многим опытным бессероплетельщикам уже известно. Но всё-таки, когда мне задают вопросы, я стараюсь отвечать. И вот сейчас тот случай, когда письменно ответить несколько сложно для меня, поэтому я решила снять такое небольшое видео. И посвящается он углам в квадратных жгутах. То есть, знаете, вот эта деталька у меня сплетена из квадратного жгута. Возможно, многие из вас видели в интернете, как браслетики, где квадратный жгут является оправой для бусин. То есть, предположим, вот так у нас идёт квадратный жгут. Ну и здесь пришиты у нас бусины какие-то там, может быть, какие-то другие детали. Но вот именно мне задали вопрос, как вот сделать повороты в этом квадратном жгутике, вот именно вот эти места. Ну, я хочу сказать, что, возможно, в квадратных жгутах даже, ну, я не знаю, вот такая форма какая-то. Может быть, не просто прямой угол, может быть, и острый угол, вот этот угол. И плетутся они по-разному. Несколько изменений есть. Конечно же, вы можете найти этот процесс в интернете у других мастеров. Есть даже, мне кажется, анимационный такой ролик. Возможно, сложно его понять для начинающих, но всё-таки, если повторить несколько раз, возможно, даже и вот его можно понять. Итак, что такое у нас квадратный жгут? Это совсем для начинающих. То есть мы набираем 4 бисеринки, вот так, в колечко. Потом, чтобы у нас получился квадратный жгут на каждой из бисерин, нам нужно набирать колечко из 4, то есть чтобы у нас получилось ещё колечко из 4 бисерин. То есть вот смотрите, одна бисерина есть, вторая, третья, четвёртая. Чтобы у нас получался жгут, у нас, естественно, вот эти бисеринки, они общие, они входят и в это колечко. Вот смотрите, и в это колечко вот здесь. То есть у нас есть общие бисерины между колечками. Вот основа. На основе делаем новое колечко из 4 бисерин. Вот давайте я сразу это начну делать, чтобы вам было понятно. Понятно, да? Я возьму сейчас крупный бисер, чтобы вы поняли, чтобы вам было видно хорошо. Вот так. Это восьмой номер у меня чешского бисера, да? И вот смотрите, первое колечко, вот колечко. Я набираю колечко из 4 бисерин. Вот так. 4 бисеринки. Закрываю в колечко. Ну, я для того, чтобы вам сейчас показать два различных угла, я вот оставлю один конец вот такой вот длинненький. Вот. Ну, давайте я завяжу, чтобы у меня не убегало это колечко. Вот так. Вот. И теперь вот 4 бисеринки. На каждой из этих бисерин мы должны сделать колечко из 4 бисерин, чтобы это колечко получалось. Причем у нас между соседними бисеринками будут, естественно, общие бисеринки. Вот я выхожу. Вот давайте отойду от узелочка. Вот так. Вот. Набираю. Одна бисеринка есть. Я набираю еще три. Раз, два, три. Три бисеринки. Закрываю колечко. Вот. Видите? На этой бисеринке у меня получилось колечко из 4 бисерин. Вот оно. Теперь мне надо на следующей бисеринке. Я захожу в следующую бисеринку основы. В следующую бисеринку основы. И на ней мне тоже надо сделать колечко из 4 бисерин. Но одна бисеринка будет вот у меня общая с соседним колечком. Да? Поэтому я набираю только 2 бисеринки. И захожу. Вот это третья бисеринка. И закрываю на начальной бисерине. Вот так. Вот видите? У меня на этой бисеринке тоже 4 бисерины. Здесь 4 бисерины. Здесь 4 бисерины. Точно так. И здесь надо 4 бисеринки. И причем соединить с соседним колечком с помощью одной общей бисеринки. Опять наберем 2 бисеринки. Вот. 2 бисеринки. Заходим в третью. И выходим, закрываем колечко в начальную бисерину. Вот. Что мы делаем? То есть вот это у нас общее. Мы набираем 2. Вот у нас получается 4. Здесь набираем новых 2. У нас получается 4. И вот здесь последняя бисеринка у нас осталась. Вот я захожу в эту бисеринку. И смотрите. Мне надо на этой бисеринке тоже сделать колечко из 4 бисерин. Но мы соединяли с соседними колечками. И вот у меня соседнее колечко. Имеется 1 бисеринка и 2 бисеринка. Я захожу в 1 соседнюю бисерину. И еще 1. Это 3. Значит мне надо 4 еще набрать. Вот она. Четвертая. И я закрыла колечко. И вот теперь мы подтянем хорошо. И у нас поднимаются наши вот эти колечки вверх. Вот. И у нас опять получается 4 начальных бисеринки. Вот так. Вот 4 начальных бисеринки. Вот они. Давайте я пройду по ним, чтобы их стянуть немножко. Я вообще не делаю этого, когда плету квадратные жгуты. То есть я не стягиваю вот эти бисеринки. Но некоторые мастерицы вот стягивают их вот таким образом. Это придает жесткость жгуту. Но если его плести в принципе дальше, то я не вижу в этом необходимости. Потому что он сам по себе уже такой жесткий становится. И в процессе перехода от одной бисеринки к другой мы так или иначе их стягиваем. Вот у меня начальных снова 4 бисеринки. И мы повторяем вот здесь. Вот смотрите. Одна общая, вторая общая, это начальная и еще одну добавили. Вот так мы плетем все время. И вот у нас опять вот эти 4 бисеринки, какие я стянула. Вот они. На них мы опять делаем все то же самое, что здесь сделали. То есть сюда 4, сюда 4, сюда 4 и сюда 4. И у нас одна вот здесь общая. То есть мы постоянно повторяем одно и то же на 4 начальных бисеринках, какие у нас образуются после каждого ряда. То есть я сейчас вот быстренько проплету без уже, без схемы. Вот смотрите. Я набираю первый набор. У нас 4 бисеринки есть. Первый набор 3 бисеринки. И сразу перехожу в следующую бисеринку в основе. Следующий набор 2 бисеринки. И захожу в 2 сразу. Вот. То есть мы закрыли. Прохожу в следующую бисеринку из 4 основных. Снова 2 бисеринки набираю. Закрыла на 2 бисеринках. На 2 бисеринках. И последняя бисеринка, на какой мы должны сделать, я захожу в первое колечко, в боковую бисеринку, набираю одну и захожу в боковую последнего колечка, какое сделали. Вот. У меня опять здесь образовались 4 основных бисеринки. Вот они. Вот. И я продолжаю плести точно так, как плела до сих пор. Я сейчас проплету небольшой кусочек за экраном. И дальше покажу вам, как уже делать вот эти уголочки. Вот посмотрите. Я проплела уже вот такой кусочек жгутика. И, как вы помните, у нас вот здесь есть 4 бисеринки. Вот я опять их... После того, когда вы сплетете необходимую вам длину, вы обязательно вот эти 4 бисеринки стяните. Вот так. Вот. То есть в каждом ряду у нас вот эти 4 бисеринки – это основа следующего ряда. Это основа следующего ряда. Ну, вот эти 4 бисеринки задают направление вот это. Но у нас на каждой стороне есть 4 новых бисеринки. Вот смотрите. Здесь 4, здесь 4. То есть колечки, какие мы делали на каждой бисерине. Вот они из 4 бисерин. Поэтому я могу сейчас, чтобы повернуть сюда, выбрать любую из этих 4 бисерин, и она будет показывать направление, в каком я буду двигаться дальше. Но делать буду все то же самое. На первой бисеринке набираю 3 бисера. 3 бисера. Закрываю колечко. И захожу так. И захожу в следующую бисеринку из начала, вот из этого начального квадратика. Дальше 2 бисеринки. Закрываю на 2 бисеринках. Захожу в следующую бисеринку квадратика. Вот квадратики. Я вот так прикрываю, стараюсь прикрывать руками все остальные бисеринки, да? Чтобы вам было видно. Опять 2 бисеринки. Закрываю колечко. И у нас остается последняя бисеринка. И 2 общие с двух сторон. То есть, вот одна. Я добираю 1 четвертую бисеринку, необходимую для плетения. И закрываю на 3 уже, какие у меня есть. И снова выхожу к началу моего плетения. То есть, вот у меня опять здесь 4 бисеринки начальных. Вот, видите? 4 начальных бисеринки. И опять мы плетем все точно так, как плели до сих пор. Вот. Ну, давайте. Вот я сплету сейчас еще один ряд. Ну, давайте прямо с этой и начнем. Вот где мы вышли. 3 бисеринки. И сразу выхожу в следующую по моей основе. Так. Подтянули. Теперь 2 бисеринки. Захожу в боковую только что сделанного колечко. Вот так. В основу. И в следующую бисеринку основы. Снова 2 бисеринки. Закрываю боковое колечко только что сделанного. Выхожу в бисеринку, на какой закрываю колечко. То есть, бисеринка основы. И выхожу сразу в последнюю четвертую бисеринку основы. Она уже имеет две общих с двух сторон. Вот. И я добавляю одну верхнюю для моего квадратика. Все. Мы закрыли. Вот. И вышли на вершину. Ну, для того, чтобы повернуть. Вот смотрите. Предположим, что мне вот этого достаточно ряда длины. Я обязательно тогда должна закрыть последние вот эти 4 бисеринки в колечко. Чтобы они у меня не бегали туда-сюда. И вот посмотрите. Теперь мне надо вот эту стеночку. Вот у меня снова 4 есть бисеринки. Какие будут служить основой для этой стороны. Вот так. Я должна проплести здесь ровно столько, сколько у меня здесь проплетено. Чтобы я не сбилась, я считаю. Вот смотрите. Это я закрываю. Раз. Два. Три. Четыре ряда мне надо проплести. Вот. Я плету сюда 4 ряда. Ну, давайте я это сделаю уже за кадром. Потому что все это повторяется одно и то же. Чтобы уже не занимать время ваше, я это сделаю за экраном. Вот посмотрите. Я сплела уже точно такую же сторону, да, как с этой стороны. И опять мне надо повернуть вот здесь, сделать перекладинку. Ну, это у вас перекладинка будет ровно такая же, как здесь. Я сделала здесь все очень маленькое, потому что, как бы, это для урока. Мне не надо вот столько времени и столько плести, да. Ну, вот я последние, закрываю последние четыре бисерины и опять выбираю вот квадратик. Вот оно. Вот оно. Начало моего квадратика. Ну, опять-таки, эта сторона у меня должна равняться той, что с противоположной стороны по длине. Поэтому я должна проверить, сколько же у меня крестиков на противоположной стороне. Вот я смотрю. Раз, два, три. То есть, два крестика у нас на самом деле, здесь вот они есть. Нам нужно только третий сделать. И причем они между собой соединяются, значит, они имеют общие бисерины. Вот эти я добавляю. Раз. И два. Вот у меня уже здесь один крестик сделан. Вот, видите, три крестика. Точно так и здесь мне надо. Вот я выхожу на эту боковую бисеринку. Здесь одну уже бисеринку только добавляю. Вот у меня. А еще с этой стороны крестик есть. Ну, теперь вот мне надо вот так. Вот видите, я в центральной части крестика захожу. Вышла в бисеринку какую только что вот боковую набрала. Вот. Мне надо здесь сделать еще крестик. Вот так. И в центре. То есть я набираю одну бисеринку и закрываю на центральном крестике. Вот он. Вот у меня здесь крестик. И уже есть вот эта бисеринка. Вот эта с противоположной стороны. И вот здесь вот. Вот так. То есть имеются крестики друг напротив друга. И я соответствующие параллельные бисеринки должна соединить между собой. И уже последний вот крестик. Он уже сам по себе получился. Я его просто стягиваю вот так ниточкой. Вот. Все. Ну, если у кого-то... Это я показала уже как соединить. Да, вот так в прямоугольничек то, что мы сделали. Но если у кого-то в принципе длиннее здесь, вы должны просто сделать один ряд крестиков, второй ряд крестиков. И потом уже соединять вот таким образом, как я соединила. То есть добавляем по две бисеринки, по две бисеринки. И вот так закрыли. Ну, и теперь вот я, пожалуй, завяжу вот здесь просто узелочек. И обрежу эту леску. А вторым краешком я вам сейчас покажу, как я делаю острый угол. То есть, ну, все это, конечно же, для меня достаточно просто. Но, возможно, кому-то пока что вот не поддается этот угол. Итак, смотрите. Опять-таки, вот я выхожу на сторону, на какой я должна угол острый сделать. Вот этот, да? Вот этот острый угол. Смотрите. Я зайду, сразу две бисеринки боковые. Вот они. Две боковые бисеринки. Да? Набираю две новых бисеринки. И делаю вот так, квадратик на этих двух бисеринках, какие у меня здесь есть. Вот они. Видите, да? Захожу вот в эту бисеринку. То есть, по крестику, а какой у меня вот здесь вот есть, да? Набираю две бисеринки. Две бисеринки. Закрываю вот так. Вот. И выхожу в следующую, следующие две бисеринки. Вот две бисеринки. Набираю одну бисеринку. И закрываю. То есть, захожу в боковую из крестика, какой я сделала, и закрою на двух бисеринках, какие у меня здесь есть. Вот. Вот так. И теперь, смотрите, я выхожу вот в эту... Вот. Вот бисеринка здесь. И пройду три, какие у меня уже здесь есть. Вот. Видите, у меня здесь получился вот такой вот квадратик. Я перехожу в вершину этого квадратика, да? И у меня с этой стороны тоже вот есть квадратик. Я сейчас стяну его вот так. И вот этот квадратик у меня будет началом для следующего ряда. Вот так. Давайте я провяжу, проплету пару рядочков, чтобы вам стало понятно, что будет выходить. Вот так. То есть, по бисеринкам этого квадратика, какой у нас начальный здесь получился, мы делаем все то же самое, что делали до сих пор. Ничего сложного нет. Если вы разберетесь вот с первого раза, вот попробуете, постарайтесь, чтобы не запутаться, то у вас все будет получаться здесь достаточно просто. Вот. И последний набор из одной бисеринки. Вот так. И опять у нас есть здесь 4 бисеринки начальных для следующего ряда. Извините. Опять набираем 3 бисеринки. И перехожу сразу в следующую бисеринку начального ряда. 2 бисеринки. Захожу в боковую и начальную. Захожу в следующую начального ряда. 2 бисеринки. Боковую и закрываю колечко. И захожу в следующую, последнюю бисеринку начального ряда. И здесь у нас есть уже 3 бисеринки. мы набираем только одну дополнительную закрываем колечко и выходим на старт то есть на следующий начальный ряд вот из 4 бисерин вот видите вот такой у меня уголочек получается вот остренький вот такой остренький уголочек сравните конечно вот здесь как идет вот так это прямой угол а здесь ну где-то 45 градусов да у меня получается в этом уголочке вот так ну в различных украшениях может понадобиться и такой угол и такой угол так что вам выбирать все-таки может вам ваших работах понадобится то что я вам сейчас показала или нет а я хочу перейти еще к этому вопросу вот у меня был вопрос по поводу по поводу кораллов вот ну как делаются вот такие кораллы мне кажется что все уже из вас видели знают это очень просто это достаточно просто но кораллы можно делать и вот так с помощью плетения ндебеле извините если кого-то коробит как я говорю потому что кто-то считает что говорит правильно ндебеле кто-то говорит ндебеле как я поэтому выбирайте как вам удобнее главное чтобы от этого не менялась сама вот сама работа значит ну где можно использовать вот такие кораллы но в принципе можно даже в принципе как сережку использовать если вот здесь еще добавить предположим вот я сейчас возьму подвесить до на швензочку и за крайние вот эти бисеринки подцепить еще какие-то подвесочки я знаю жемчужинки будет очень красиво смотреться такая сережка ну конечно делать ее можно и не такую вот сильно объемную сильно большую можно сделать колье из таких веточек кораллов вот предположим вы нарисуйте себе схему вот будет идти у вас таким образом что-то да и здесь будут веточки коралла и на веточках коралла какие-то подвесочки сделать то есть я думаю что применение для вот этого плетения могут в своих работах очень многие найти как это делать это очень просто то есть я сейчас двух словах вам все это объясню вот я взяла иголочку с бисерной нитью и взяла самый простой китайский бисер он не калиброванный вот если показать вам так чтобы вам было видно что этот бисер ну совершенно неровный вот смотрите видите и можно делать таким бисером вот такие вот работы то есть я делала как-то видео что где можно использовать китайский бисер вот в таких работах китайский бисер можно использовать ну так вот плести добеле я думаю тоже многие знают вот я начну так 4 бисеринки закроем в колечко и завяжем опять 4 бисеринок начинаем да как видите вот так завяжу узелочек чтобы сразу обрезать чтобы нас не беспокоил этот хвостик так ну и конечно же вы можете для себя сделать схемку если сережки вы можете нарисовать схемку предположим предположим я не буду сейчас по этой схемке работать но все-таки вы можете нарисовать там себе как-то что вы захотите сделать и уже по этой схемке пытаться проплетать то есть как вот делается это на добеле я думаю что вы знаете вот я выхожу между двух бисерин добавляю две новые бисерины опускаемся на одну вниз и по соседней поднимаемся на 2 вверх вот так то есть все просто без всяких мудростей за мудростей то есть вот так опять 2 набираем 2 вниз и вот мы подходим к моменту когда вот ну сейчас я возьму этот листик где я нарисовал и мы посмотрим да вот так вот вы по вашей схемке меряйте да вот так все вы проплели достаточно сколько вам надо вам вот здесь нужно разветвление первое делать вы набираете три бисеринки три вот так три и опять таки проходите на одну бисерину вниз вот у вас получается вот такой вот уголочек и вот от этого уголочка вы можете в одну сторону пойти и в другую сторону пойти то есть вот смотрите я выхожу на одну сторону и продолжаю уже на эту сторону плести по две бисеринки как плела до сих пор вот ну мы можем сразу отметить и вторую сторону то есть вот смотрите две бисеринки и захожу вот на одну бисеринку сюда ответе меня получается ответвление в одну сторону и во вторую сторону это уже как вы захотите может быть с одной стороны будет у вас маленький такой кусочек но предположим вот еще три бисеринки я наберу три и вернусь сюда на эту сторону то есть у меня вот здесь будет как бы веточка кусочек заканчиваться а сюда мы пойдем дальше то есть две бисеринки ну вы конечно же по вашей схеме будете уже плести сколько вам понадобится длина каждой веточки каждого разветвления вот так вот и опять здесь предположим вот мне здесь уже надо еще разветвление делать я опять добавляю три бисерины никакой сложности это настолько просто что мне кажется с этим справиться даже ребенок даже ребенок вот смотрите и опять я выхожу на уголочек и на две стороны у меня есть здесь как двигаться здесь мне попалась конечно бисеринка вот я ее треснула да ну ладно давайте мы тогда добавим здесь еще другой уголочек вот так чтобы было уже понятно да что будет выходить вот так извините вот так выходим на одну сторону добавляем здесь две бисеринки и выходим сразу на вторую сторону добавляем здесь две бисеринки и начинаем уже плести так как нам нужно какая длина на какую веточку на какую сторону я думаю что вы поняли да весь секрет здесь в том что на конце той длины какой вы выбрали вам нужно добавить одну третью бисеринку вот эту на вершине которая задаст вам возможности разветвлять на две стороны вот в этом заключается весь секрет плетение вот такого вот такой коралловой веточки вот ну и она конечно же вот может быть такой объемный более объемной вот видите то есть она не будет так обвисать как если кораллы вот такие в один в одну бисерину веточка идет да здесь у нас коралл получается более объемный более объемный ну и естественно можно как я уже сказала можно украшать допустим вот эту третью бисеринку на краях взять покрупнее и с помощью колечек поддевать сюда какие-то подвесочки какие-то ну я не знаю цветочки делать вы уже можете сами додумать то что вы захотите увидеть в вашем дизайне а я на этом с вами прощаюсь надеюсь что этот урок хотя и простые вот такие истины но все-таки он будет для вас полезен я желаю вам успеха в вашем творчестве всего самого доброго и с вами была Ольга Кожакару